Мир вам, братья и сестры! Да радость дасть души! Где Господь, там радость, друзья! Где Господь, там мир и утешение! Где Господь, там праздник! Господи, помоги нам всегда, Господь, пребывать вместе с Тобою, Господь, чтобы нашей душе было не только хорошо в праздничные дни. Господи, но, может быть, когда будет трудно, очень трудно, и праздник далеко где-то будет, чтобы Ты рядом был со мной. И душа не будет унывать, и душа не будет печалиться, и не будет отчаиваться, потому что Господь близко. Господи, время! Ты сказал, что время взыскать Господа. Это как раз хорошее, благодатное время взыскать и приблизиться к Господу, чтобы тишение Господне, оно пребывало всегда, Господь. Закончится собрание, прекрасное пение, прекрасные проповеди, хорошие свидетельства, стихи, прекрасно быть в Доме молитвы, Господи, но мы оставим Дом молитвы через два часа и уйдем. Во имя Иисуса Христа, Господь, помоги нам сохранить в сердцах своих ту теплоту, те слова, ту обстановку теплую, Господи, чтобы нам вновь и вновь хотелось вернуться сюда, на это место, потому что там, где Ты, Господи, там радость и утешение. Мы благодарны Богу за Его присутствие. Мы благодарны Богу, что Он все делает, чтобы народу Божьему было хорошо. Это Его намерение. Это Его намерение. Противнику Божьему у Него одна цель – сделать плохо человеку. А Бог хочет, чтобы принести мир и утешение. Давайте мы обратимся к Слову Божьему, которое есть в Евангелии Божьей благодати, где Господь открывает истину Свою об Иисусе Христе, Сыне Своем. Сегодня очень много благовествуется об этом, и многие приветствуются об этом. И как раз это время хорошее. Еще и еще раз, Господи, обращаться к Слову Твоему, Господь, чтобы познать, Господи, величие Твое, чтобы познать любовь Твою, Господи, чтобы действительно Ты для нас открылся в славе Своей, Господи, чтобы мы узрели Тебя, Господи, во всей той красоте, Господь. Ты троих учеников поднял на эту гору и открылся для них. Я думаю, сегодня та душа, которая желает иметь откровение Господе, Господь непременно возьмет ее и поднимет на эту духовную высоту, чтобы открыться Ему, чтобы мы оставили все земные проблемы наши, наша жизнь, переживания, и поднялись в присутствие Господа. Это возможно здесь, это возможно и дома, и по дороге, и на любом месте, друзья, Господь желает поднимать и открываться. Давайте мы откроем Евангелие от Матфея, первая глава, двадцать первый стих. «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Это было в сновидении Откровение Божье Иосифу о рождении Иисуса Христа. Что это должно произойти и как это должно произойти, и намерение и цель, Господь открывает Иосифу. Мы поем Псалом, правда, редко его поем. Кто мог постигнуть тайну воплощения? Кто мог постигнуть тайну воплощения? Великий Бог, Который сотворил небо и землю Словом Своим, видимый и невидимый мир Словом Своим, начальство ли власти, все сотворено им Словом, Его Словом, Его Слово всемогущее, превознесенное, прославленное в мудрости Божьей. Божье – это величайшая тайна. Нам очень трудно, Господи, по человеческому нашему пониманию воспринять это, Господи. Как это возможно, Господь, чтобы Твое всемогущее, вечное Слово, Господь, всесильное Слово, прославленное Твое Слово, и Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Так, Евангелие Божьей благодати открывает вот эту тайну воплощения Слова, воплощения Бога через Своё Слово, и оно становится плотью и обитает с нами. Давайте обратим очень серьезное внимание на Слово Господнее. Кто есть Иисус Христос? Господи, в вечности Ты есть Слово Божие, и Ты пришел к нам, принес это Слово, чтобы мы его услышали. Иисус Христос открывал истину Божью, открывал небо, открывал Царство Господнее, открывал будущее для людей, и люди приходили, потому что Слово Господнее, оно касалось их сердец. Знаете, одно из намерений самых важных целей прихода Иисуса Христа написано, что Он спасет людей своих от грехов их. Сам человек не может освободиться от власти греха. Почему? Потому что он продан ему. Нас продали туда. В Адаме мы все проданы, друзья, у нас наследство очень плохое. Очень плохое наследство. Оно в Адаме. И оно было отделено от Бога. И мы не могли противопоставить этому ничего, потому что мы были проданы ему, и мы должны были делать все то, что у нас был Господин, грех. И мы жили все под грехом, заключены в темницу греха. И я думаю, каждый из нас это прекрасно осознавал. Потому что пришло время, когда нам уже мы не хотели больше так жить под властью греха. И мы поняли, что есть освобождение, и мы пришли. Вы знаете, действительно, что это самое массовое и самое сильное оружие сатаны, которое он сегодня действует для поражения очень многих людей. Это самое массовое оружие поражения у него, это и есть грех. И сегодня очень многие-многие люди поражены этим. И самое страшное, Господи, что последствия от этого самые ужасные. Потому что те люди, которые остаются во грехе, они не имеют будущего абсолютно. Они разделены с Богом, потому что у сатаны есть очень план серьезный, сильный, чтобы отделить человека от Бога, надо поставить между Богом и человеком грех. И оно разделяет тогда человека. Я думаю, имея наш христианский опыт, мы в своей жизни, наверное, уже тоже это переживали когда-либо. Потому что если где-то что-то, душа наклоняется к нечистому, к оскверненному, мы теряем присутствие Божье, мы теряем радость и утешение и бежим тогда к Господу с покаянием. Господи, прости, потому что нам плохо. Потому что действительно без Бога плохо, друзья. Грех поражает общество, грех поражает личность, грех поражает и здоровье людское. Поэтому Господь пришел разрушить грех. Он пришел открыть темницы для людей, чтобы люди были свободны. Он цепи пришел снять. Он это рабство греха пришел разрушить, отпустить измученных на свободу. Господи, это миссия Твоя. Ты для этого пришел, небо оставил для этого. Господи. Другого пути не было у Бога. Только таким путем Бог определил, что таким путем человек будет спасен. Это его жертва Иисуса Христа. Придет время, когда Господь придет за церковью своей, друзья. И те люди, для которых грех был уничтожен и которые свободны от греха, то есть жертва Иисуса Христа, она совершила в них свою божественную работу, они будут взяты на небо. Но я хотел сегодня еще показать некоторую категорию людей, потому что здесь говорится, смотрите, Он спасет людей своих. С большой буквы, своих людей. У Бога есть, оказывается, здесь на земле свои люди. Не весь мир. У Него есть особенные люди, которые Его. И нам очень важно, Господи, войти в это число Твоих людей. Потому что, что толку, если, Господи, я не понимаю и не разумею сегодня, имею ли я введение об этом? Господи, я Твой? Давайте мы откроем пару мест Библии, Ветхого Завета, для того, чтобы посмотреть, кто же они такие, свои Богу, которые Бог спас, которых Бог сохранил. И Библия об этом нам говорит. И мы помним те времена, потому что Иисус Христос об этом говорил, это было еще в начале, когда первый мир был потоплен водою. Это была страшная трагедия в те времена, первые времена. Это первая цивилизация, и Бог уничтожил ее. А почему Он ее уничтожил? Да потому что увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли, помышления, сердце их были зло во всякое время. Я хочу вас спросить, друзья, что-нибудь изменилось в отношении этого? Что-то лучше стало? Господи, люди не взяли урок из этого. Было великое поражение, потому что люди, они были, помышления, и сердце их и развращение человеков было великое. У Бога много терпения, друзья. У Бога очень много милости, но оно не бесконечное. Оно не бесконечное. Пришел конец, и Господь увидел, что надо делать что-то, потому что дальше ничего хорошего не будет. Он избирает из того всего общества людей. Друзья, подумайте только. Сколько людей было на земле, мы сейчас не знаем, но это не 10 тысяч человек, это, наверное, больше. Мы не можем предположить, сколько это было людей. Но со всего общества на земле, со всех людей, Бог находит лишь одного. Боже, как же это мало! Как же это мало, Господи! Один лишь человек, со всех людей на земле, оказался праведным пред Богом в своем роде. Это не значит, что он был как божественный человек. Нет. Но он поступал по тем заповедям Господним, которые были в сердце его. Он понимал, что есть Бог, и он ходил перед Богом. У него в сознании Бог был. Он верил, что есть Бог всемогущий. И он ему поклонялся, и он ему служил из всех людей. И Бог призрел на него. И посмотрите, что слово по этому поводу говорит об этом человеке, как и нам сегодня, Господи, потому что мы живем в последнее время, и мы это сознаем, Господи. Потому что время верою, ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Получить откровение от Бога, то, чего еще нету, исключительно можно только верою. Господи, мы так благодарны Тебе, Господь, чтобы мы поверили Тебе, и Ты сегодня нам открываешь, Господи, что эта земля, она будет уничтожена, что придет конец этой цивилизации. И третьей цивилизации уже есть на земле. Не будет, Господи. И мы принимаем это верою, Господи. И дай нам благоговейно, это слово буквально говорит, что принимать меры предосторожности, предостеречь себя от того будущего бедствия, то есть оберегаться, то есть что-то делать, остерегаться, опасаться, бояться того, что должно прийти на эту землю и со страхом приготавливаться к тому времени. Какими же нам должно быть в святой жизни и благочестии, когда придет вот это бедствие на эту всю вселенную. Очень важно, друзья, конечно же, всей этой истории для себя сделать урок, что Господь очень конкретно и очень ясно сказал Ною, что надо делать для того, чтобы спастись. В то время действительно одно спасение было это сделать этот ковчег и Господь дал чертежи, размеры абсолютно, сегодняшние инженеры говорят, что это абсолютное отношение правильное там, значит, по которым был построен этот ковчег и, безусловно, не знал ни расчетов, но и в то время, безусловно, но Бог ему сказал и все поместились в этих трех ярусах. Поэтому дал бы нам Господь, чтобы мы сегодня действительно, Господи, в точности понимали, Господи, что же мне сегодня необходимо, чтобы спастись от тех будущих бедствий, Господь. Господь дал, Господь Иисус, и самое важное, друзья, то, что написано, и что Ной сделал все, то, что повелел Ему Господь. Сделал Ной все, как повелел Ему Бог, так Он и сделал. Мы не можем что-то произвольно для себя придумывать и предостерегать себя в будущем бедствии по своему пониманию и по своему разумению. Вы знаете, самое ценное, то, что я сегодня понимаю для себя, так как и вы это разумеете, это верю, Господи. Как Ной вошел в этот ковчег, и Бог затворил за ним дверь, и началось бедствие тогда на этой земле. Господь сегодня говорит «Прибудьте во Мне, и Я в вас». Вы знаете, друзья, это самая гарантия для спасения души моей – прибыть в Иисусе Христе, в Нем прибыть, чтобы моя душа, Господи, она пребывала в Тебе, Господи, в жизни Твоей, в истине Твоей, правде Твоей, Господи, чтобы истинно Ты, Господь и Бог мой, был владыкою жизни моей. Пройдет мимо враг-губитель, потому что жизнь Твоя сокрыта в Боге, сокрыта в Господе. Он есть Царь Царей, и над Ним нету никакой боли и власти, как только Бог, который дал Ему. Поэтому дал бы нам Господь, чтобы мы все сделали, как должны были сделать, и душа будет спасена. Бог спас Ноя, и Бог спасет и Твою, и мою душу, если мы верим Ему и сделаем все так, как было сказано им. Второй момент, друзья, очень важный, я думаю, тоже для нас является уроком, когда Господь... Это тоже есть предзнаменование, то, что должно произойти на этой земле в скором будущем. Ну, да, мы говорим, так еще тысячу лет там же где-то будет Царство Божие. Да, оно будет, написано, да, действительно так и будет. Но Петр говорит, что придет этот день и сгорит это все, какими нам должно быть. И мы не знаем, Господи, по хронологии пытаются как-то достичь, как, где это будет. Я думаю, что мы должны быть готовы на всякий день, Господи. Может быть, хронологически мы не все понимаем четко и ясно, Господи, что одно за одним будет, как оно будет, Господь. Но Ты говоришь, чтобы мы бодрствовали и трезвились, чтобы светильники наши были горящими, Господь. Потому что мы сейчас живем, а через пять минут мы не знаем, что с нами будет. И когда ангелы пришли в Содом, потому что Бог тоже посмотрел на эти города, и тоже они, оказывается, развратились, страшными грехами развратились, гнусными грехами и развратились, неистово развращенные люди, не знающие никаких пределов нравственных и моральных. Вы прекрасно знаете, что в нашу страну также протягиваются это законы Содомские, которые очень противны Богу. И люди как-то сегодня уже адаптируются к этому, потому что это вроде же нормально, вся Европа, вся Америка там, и все вроде цивилизованные люди к этому относятся как-то нормально. Это ненормально. Бог ненавидит это. Бог это ненавидит. И если только государство примет эти законы, оно вытянет из Бога, потянет на себя это проклятие. Господи, Содом и Гомора стянули гнев Твой на себя, огонь сошел с неба. Господи, неужели сегодня такие безумные люди, что будут огонь с неба на себя стягивать? Господь, прости нас всех, Господи, что мы мало молимся, Господь, и прости тех, Господи, от которых зависит это. Состояние Ноя, конечно же, мы можем осудить его, что ты избрал такое место. Надо все-таки места избирать более духовные. Да, Он избрал, где получше жить. Это очень серьезные друзья, потому что не там, где лучше жить. Господи, а где? Где душа моя, Господь, будет иметь покой? Не по телу достатку моему, а по моей душе, где, Господи, это и работу надо выбирать, так и место жительства в том числе. Потому что, если человек выберет место жительства там, где есть преуспевание во всем и присыщение во всем, а душа будет стянать, а душа будет мучить, Господи, да лучше я в скромности в какой-либо буду, Господь, но в обществе людей, боящихся Тебя, Господь, и душа моя будет на месте, Господи. Это работа, то же самое, друзья, мы выбираем работу. Поэтому, какое общество, в каком этот человек будет? Я хочу подчеркнуть деталь, почему Бог спас, значит, Лота. Да, у него был хороший родственник, дядя, который молился за него. И я вам скажу, что нам следует молиться из-за наших близких родственников, из-за племянников, потому что, оказывается, в этом есть сила. Это нам пример дам сегодня, чтобы мы молились из-за детей своих, из-за родственников, из-за племянников своих, где бы они ни находились и в каких обстановках они ни жили. Авраам молился и ради Авраама пришел, но иной, посмотрите, он тоже оказался человек праведным, перед Богом, живя среди развращенного рода. У него было человеколюбие, он был странно приим, странно приимен, то есть он принимал незнакомых людей. Я сегодня иду, думаю, Боже, какие прекрасные дни, люди идут, смотрят на тебя, и какое время прекрасное поздороваться с каждым человеком, друзья, улыбнуться каждому человеку. Ну, нас когда-то учили в детстве, что ты с незнакомыми там ни с кем не общаешься. Это правильно. Маленькие детки, чтобы они с незнакомыми не надо общаться. Но нам, взрослым, когда люди идут, взрослые, и смотрят на тебя, а почему бы не поздороваться? А почему бы не поприветствоваться? А почему бы не сказать, что Христос родился с праздником вас? И улыбнуться этому человеку? Я думаю, у Лота было это. У него было это, странное приимство к незнакомым людям. Поэтому, если Бог их любит, почему мы должны пройти мемокислыми, как брат когда-то сказал очень ярко так? Почему? Почему нам не быть приветливыми к этим людям? Вы знаете, когда люди даже приходят в общество, на что они сразу смотрят, друзья? На что бы вы сразу посмотрели? Я бы посмотрел на лица людские. Это правда. Я думаю, каждый из вас подошел бы и посмотрел, что за люди, как они смотрят, какой вид у этих людей. И если действительно будет радость, утешение, счастье, то той душе тоже будет хорошо, друзья. Мир ожидает сегодня, что церковь Господня, она приявит эту любовь Божью, даже видимо. Пускай Господь благословит, чтобы это тепло было, как это приимство было у Лота. И он сидел возле ворот города своего, ожидал. Лот, что ты ожидаешь? Ему хотелось, чтобы кому-то сделать приятно. Я так думаю. Чтобы кого-то на ночь пригласить к себе. Ну, я не думаю, что мы так будем делать, друзья, но хотя бы нам быть приветливыми к людьми. И если действительно есть нужда какая, то пригласить эту душу, чтобы она переночевала. Вы знаете, был у меня однажды один случай, это действительно было Божье проявление, но это не об этом. Я думаю, у каждого эти случаи были. Поэтому второй момент, который я хочу подчеркнуть, почему Бог спас Лота, а потому что Слово Господне, также, смотрите, его отношения, почему он праведный был. А праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил. Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Я хочу спросить каждого из нас и себя, какое наше отношение, как мы реагируем на то зло, на неправду, на грех, который нас окружает. Какая наша реакция на это? Или мы негодуем, или мы пытаемся злиться, или душа наша томится. Ибо душа наша болеет от этого. У Лота болела душа. Господи, помоги же и нам, Господь, иметь это чувствование, потому что в нем были чувствования Божьи. Праведная душа, она не будет расстраиваться, она не будет гневаться, она будет написана мучиться в праведной душе своей. Давайте обратим внимание. Мы живем действительно в это время последнее, когда грех, он расцветает буйным цветом. Господи, а как мы на это реагируем? Болеет ли моя душа по этому? Молюсь ли я, Господь и Бог мой? Я сокрушаюсь ли я? Желаю ли я, Господь и Бог мой, чтобы оно изменилось, Господь и Бог мой, жизни этих людей? Поэтому Господь видит эту ситуацию, в этом есть праведность его, потому что он держался Слова Божьего, Закона Господнего. Он правильно поступал в жизни своей. И когда он видел эту неправду, то, конечно же, ему было больно. Еще один момент, который я хочу подчеркнуть, кого же Бог спас? Бог спас его, вывел. И дочерей его вывел, и зятя не захотели выйти оттуда, потому что не поверили этому. А Бог взял за руку, говорит, беги на эту гору. Я верю, всем сердцем верю, друзья, что народ сегодня Божий под предводительством Духа Святого будет сопровождаем на эту гору, потому что Господь желает удалить нас от этого будущего гнева, Божьего гнева. И Господь тогда сказал в проповеди своей, об обращении к народу. Вспоминайте жену Лотову, потому что она оглянулась в прошлую жизнь свою. У нее что-то там дорого было. Господи, да не будет с нами этого, чтобы мы опять возвращались к образу прошлой нашей жизни, чтобы у нас там ценностей никаких не осталось. Когда Господь привел Израиля к обитованной земле, Он послал из 12 колен Израиля самых важных авторитетных людей туда, для того, чтобы они высмотрели эту землю, вот посмотрели ее, что это за земля такая, пришли и рассказали, потому что Бог дает эту землю для Израиля. И она им предодлежит уже, эта земля. Но тут не задача такая, там же живут люди. Это же придется как-то с ними вступить в сражение, с этими людьми. И когда пошли эти соглядатые, это числа, 14 глава. И когда они пришли, они действительно с восторгом говорили об этой земле, о плодородности, виноградную кисть несли два человека. Мы не знаем, что это такое, как это. Что это за виноград такое, что два человека несли эту кисть виноградную. Это действительно рай, там, наверное, был, те места Палестины. Но все остальные люди, они говорили, что мы не сможем войти туда, потому что там сыны Инаковы, великие такие, могущественные, и они нас съедят и поразят нас. Мы не сможем войти. Они забыли то слово, которое Господь сказал, идите, я вам даю эту землю. Они не поверили Богу. Они не поверили, они не пошли. А два мужа, только Иисус Навин и Халев, они были твердо убеждены, что если Бог сказал, что это наша земля, то она будет наша. Вы знаете, Царство Божие не пища и питье, а праведность, мир и радость во Святом Духе. Мы живем в такое время, друзья, что действительно, если посмотреть на это состояние блаженнейшее, Господи, это очень трудно. Это непросто, друзья. Среди вот этого всего, среди этой жизни всей иметь праведное сердце, праведно жить, свято перед Богом жить, по Слову Господнему, с Законом Божьим. Это все равно, что те люди, которые, инакивые сыны, которые там, можно посмотреть, Господи, ну как можно? Как можно законно сегодня оформить что-либо, даже не предлагая там дополнительный какой-то мзды чиновникам? Если ты этого не сделаешь, у тебя ничего не получится. Ты должен каким-то образом, не сам лично, значит, через кого-то, но передать туда, чтобы тебе разрешили что-либо оформить. Это очень трудно сегодня сделать. Очень трудно бизнес открыть, хорошие друзья. Очень трудно, потому что, если ты даже занимаешься каким-то бизнесом по строительству или чем-либо другим, там обязательно надо так же договариваться. Если ты не договоришься, то у тебя никакого успеха не будет. Тебе никто ничего сегодня не разрешит. Это очень трудно, Господи, это как сыны инакивые стоят. И я не войду к праведности, я не сохраню эту праведность. Ну, говорят, ну раз такие правила сегодня, мы должны подчиняться этим правилам. Нет, друзья, есть правила Божьи, которые Бог установил. Господи, я лучше останусь, Господь и Бог мой, в тех скромных своих достатках, нежели я буду нарушать истину Твою для того, чтобы потерять праведность. Вы знаете, это действительно те люди, лишь те, которые верят Господу Богу, они хранят праведность свою, это Царство Божье, куда Бог сегодня зывает, призывает народ свой. Это та земля, обетованная души нашей, где она действительно будет молоко и меду потреблять от Бога. Мы живем в время непростое, друзья, беспокойное время, где у людей нет мира, нет покоя, нет тишины в сердцах, а Господь говорит, что я даю Тебе мир. И как нам важно сегодня, Господи, чтобы влияние этого мира, оно не коснулось и моего сердца, Господь, чтобы мне сохранить, Господи, тот мир, который Ты мне дал, Господь, то утешение в Духе Святом, тот покой сердцу моему, Господи, мы живем в это растревоженное время, Господь, но это есть Твое Царство, Твое обетование. И как надо бороться за это, Господи? И если Ты шаг сделаешь на этом направлении, то Ты будешь иметь от Бога эту землю обетованную. Радость – это и есть то, что определяет Царство Господнее. Когда среди людей будет печаль, тревога, страхи, а сердце Твое радуется, Ты находишься в Царстве Господнем, в той земле обетованной, где Твоя душа насыщается благами Божьими. Поэтому то, что Бог определил для человека, его надо взять силою сегодня. Это истина так. Потому что Бог тебе... За это надо бороться, это надо достигать, Господи, чтобы князь этого мира не забрал мой покой, мою праведность, мою радость в Тебе, Господи. Потому что, если этого не будет, то Церковь Господня, она не может быть привлекательной. Чем бы ее не привлекали, она не привлекательна. Лишь только там, где действительно вот это состояние и в Духе Святом, о Господи, это будет свет для находящихся во тьме. Очень коротко, друзья, я понимаю, что это время уходит, но я теперь очень сокращу. Смотрите, очень важно, Новый Завет, как же нам Господь и Бог мой, Иисус, потому что там все погибли, которые вышли из Египта, вот все погибли, которые там достигли до 20 лет, лишь только они вошли в эту землю обитованную. Это тоже немного очень людей из числа тех, которые вышли из Египта. Еще одно место, два места из Писания, мы зачитаем. Смотрите, кого, где они, свои Богу? Потому что наша мысль все-таки определяется, кто они, свои Богу, который Бог будет спасать. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его». Боже, как же для нас сегодня это важно, определиться, потому что слово конкретное говорит, тут не может быть двух толкований, друзья. Здесь только может быть одно толкование, «Если во мне Дух Божий, то я Божий, и я буду спасен. Но если нет во мне Духа Господнего, то я не Его». Одну только деталь подчеркну, как же Дух Божий, в чем он проявляется, этот Дух Божий, мы не будем сейчас раскрывать эту суть, только прочитаем Филиппийцам, 2 глава, 5 и 8 стихи. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Господи, в Твоем Духе, Дух кротости, Дух смирения и Дух уничижения себя. Вы знаете, на сегодняшний день, я думаю, это люди, драгоценнейшие перед Богом. Это драгоценнейшие люди, которые поняли и уразумели ценность Божью. Те, которые в Духе Господнем, они никогда не будут превозноситься над другими людьми. Они себя будут умолять, они себя будут смирять, они себя будут уничижать, не выставлять себя, не рекламировать себя, не наслаждаться собою. Господи, прости нас, Господь, но, Господи, Тебе должно расти, а нам умоляться. Это Дух Божий, друзья. Пускай Господь благословит. И последнее, хотя я понимаю, что есть Слово Господне, смотрите, что еще говорит по этому поводу, кто они такие Божьи. Это также Римлянам, 8 глава, ой, Римлянам, 8 глава, 14 стих. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем Ава, Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, потому что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться. Господи, дети Твои, Ты их заберешь. Это те, которые рожденные от Тебя. Это те, которые имеют природу Твою, Господи. Это те люди, которые духовные, а не плотские, Господь. Потому что Бог возродил наш Дух, Господь, чтобы мы разумели и понимали Его, чтобы мы возрастали в Духе. Пускай Господь благословит всех нас, друзья. Ну, а те, которые Христовы, распяли плоть Свою со страстями и похотями, еще есть одно место. Поэтому вот это все нам позволяет сегодня каким-то образом определиться каждому из нас, Господи, в каком я сегодня положении нахожусь, потому что Ты придешь за этой церковью, Господи, найди меня своим. Пусть имя Господне будет прославлено и возвеличено. Аминь.